Директор службы национальной безопасности Армении Армен Абазян провел рабочую встречу с директором службы государственной безопасности Азербайджана Алина Гиевым в приграничной нейтральной зоне, прилегающей к общине Ерасх-Араратской области Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести. Общение по этим темам продолжается, говорится в сообщениях пресс-службы СНБ Армении. Ранее главы спецслужб Азербайджана и Армении на встрече в Москве при посредничестве директора ФСБ России Александра Бортникова отметили важность создания канала связи для обмена информации. Напомним, что 9 ноября в разгар военных действий в Нагорном Карабахе на границе Армении и Азербайджана был сбит российский вертолет Ми-24. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахчеванской автономной республики. После инцидента МИД Азербайджана заявил о том, что российский вертолет пролетал в непосредственной близости к армян-азербайджанской государственной границе в темное время суток на малой высоте и вне зоны обнаружения радаров ПВО. В заявлении МИД Азербайджана было указано, что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе. В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе, а также повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны отметили в МИД. Азербайджанская сторона заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации. Спустя несколько часов после крушения МИД-24 Россия, Азербайджан и Армения подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе. Отметим, что пару дней назад российские военные следователи попросили Баку о правовой помощи по делу о крушении МИД-24. Не исключено, что в ходе встречи глав спецслужб Азербайджана и Армения также обсуждали расследование в связи с ЧП с российским вертолетом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...